Универсальный формат События, мероприятия, которые они готовят для самарцев, дарят ли добро, дарят ли какое-то, может быть, полезное действие делают, либо чудо дарят, как и сегодняшние гости нашей первой замечательной такой части программы. Друзья, напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Сегодня в первой части нашей программы мы разыгрываем пригласительные билеты на концерт такой вот очень забавный, очень юный, но тем не менее весьма популярной группы M-Band. И если вы хотите сегодня в цирк сходить на них посмотреть, как всегда совпало, в общем, можете звонить и спеть что-нибудь нам веселое, либо из репертуара этой группы, если знаете, либо что-нибудь зимнее, хорошее для настроения, тем более такой снежок украсил наш город. Я думаю, все у нас сегодня получится. Звоните также и задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям. Итак, с большим удовольствием о новогоднем чуде не только будут рассказывать наши прекрасные девочки, которые сегодня здесь уже появились в студии. Настя Сидорова, владелица студии «Чудо фотографии», Лена Молостова, руководитель проекта в студии декора и дизайна «Лен Кин». Здравствуйте. Здравствуйте. Да, очень долго зрел этот проект в голове. Началось все потихонечку-потихонечку. И серьезно, так скажем, мы вот вышли уже прямо на серьезный уровень. Ровно год назад, сегодня нам исполнился год, мы создали бренд «Чудо фотографии». И у нас работает в нашей команде семь человек, шесть фотографов и наш арт-директор Наталья Гатьковская. Мы фотографируем, у нас очень большой спектр услуг. Также осталась, конечно же, свадебная и семейная фотография в приоритете. Поэтому мы очень любим Новый год. Это любимый семейный праздник, когда все хотят собираться вместе и оставить это все на память. Поэтому Новый год один из любимых моих периодов. За этот год сколько раз тебе, Настя, задавали вопрос, почему «Чудо»? На самом деле долгие были, мучительные пробы, выбор. Мы там проводили всякие... Как это будет выглядеть, да? Даже не столько выглядеть, сколько название должно быть такое, чтобы оно отражало суть нашей стилистики. Как корабль назовете, так на нем и напишите, это называется. Мы поэтому... Вот так вот родилось у нашего друга-дизайнера такая вот идея «Чудо». Потому что я считаю, что, ну, одной из особенностей нашей стилистики является именно вот момент такой вот чудесной красоты внутренней человеческой, да, волшебства. И мы это стараемся запечатлеть. Ну, мы посмотрим обязательно работу ваших фотографов, не только Лена. Расскажи о своей студии вообще, что делаете, чем занимаетесь, как дарите. И вы, со своей стороны, тоже чудо новогоднее. Ну, наша студия занимается оформлением новогодним, свадебным и не только любых событий, юбилеев, торжеств. Оформление торжества — это всегда тоже чудо, тоже праздник. Потому что самое главное на торжестве — это атмосфера, которая в нем царит. И все вот такие красивые мелочи, они помогают этой атмосфере быть такой, как нужно. Всегда для фотосессий новогодних, в том числе, очень важными являются детали какие-то волшебные, которые можно взять в ручки или которые вокруг вас, будь то красивая природа или какие-то такие поделки. Ну, это те самые неустанные трудяги, которые оформляют разные локации в фотостудии, чтобы это было либо как дома, да, либо как в какой-то сказке и так далее. Ну, а как вы нашли друг другу вопрос? Ну, на самом деле, захотелось как-то разнообразить съемки. Вот, я обратилась к Леночке Филиппову, руководителям «Киндекор». И вот начали мы с первых вот таких вот фотосессий, с небольших оформлений. А потом, потом все это уже разрослось, потому что стало понятно, что интересно, когда в кадре присутствуют еще какие-то такие детали, которые отражают стилистику съемки. Может быть, настроение самих моделей. Желание забрать домой все. Да, как правило. Как правило, такое, да, возникает, конечно. Тем более, это все индивидуально подбирается и делается под каждого конкретного человека, под каждую семью. В том числе, там, новогодние декорации создаются вот под, не знаю, там, под каждый оттенок наряда, который будет в кадре. Вот это все тоже учитывается. Есть ли какое-то дизайнерское образование или это призвание? Это состояние души, я бы сказала. Такое постоянное, да, состояние? Дизайнерского образования нет, наверное, ни одного сотрудника нашей студии. Это просто люди, которые горят этим делом и занимаются. И самообразование, я думаю, здесь ключевое. Да, нашли себя просто. И занимаются, в принципе, украшением этого мира. Я, друзья, предлагаю вам посмотреть сейчас фотографии, но прежде хочу напомнить. Телефон прямого эфира 202-11-22. Мы сегодня разыгрываем пригласительные билеты на выступление группы M-Band. Если есть желание, позвоните нам, мы вам с большим удовольствием эти билеты вручим. Фото в студию. Хочется, наверное, увидеть и услышать ваши комментарии. Где это, как это, что здесь ваше? Ну, смотрите, это фотографии сделаны в студиях нашего города. В основном это семейные, да, как видите, съемка. Мы очень часто для семейной съемки, помимо того интерьера, который уже есть в студии, мы с LinkedIn совместно разрабатываем, может быть, какие-то новогодние надписи. Таблички, да. Таблички, да. Помогаем там с подбором образов, одежды. Как вообще подготовиться к этой вот самой семейной, даже пусть новогодней фотосессии? Вы встречаетесь, как-то общаетесь, выбираете стиль какой-то? Как одеться? Да, идет очень долгое общение, либо через соцсети, через интернет, либо по телефону бывает, что встречаемся. Выбираем, где будем сниматься, и уже что хочется получить. Потому что приходят люди, многие с понятием, вот хотим, а что не знаем. Хотим красиво. Хотим красиво, да. А многие приходят, вот хотим конкретно, чтобы дух семейный был, праздничный. Какая-то история может быть, да, своя? Вот, пожалуйста, очень хорошо для образов подходят нарядные платьщики, это для девочек, да, для мам. Бабочки какие-то, костюмы для мальчиков, малышей, для пап. И очень хорошо всевозможные свитера с оленями, со снеговичками, шарфики, вот, пожалуйста, бантики, что угодно. То есть это все тоже приветствуется и хорошо смотрится, создает новогоднюю такую атмосферу. Тем более сейчас огромное количество костюмов детских, нарядных, новогодних. Пожалуйста, вам извините. Вот единая, да, цветовая драма. Да, да. Я советую подбирать общую стилистику мамы, папы и малыша, чтобы это все смотрелось в едином стиле. Очень классно потом эти фотографии. Вот, кстати, вот эта вот семья моей, постоянные клиенты, они каждый год заказывают для родителей магниты и календари с фотографиями, которые мы делаем на фотосессии. И бабушки, дедушки получают подарочные наборы календарей. Это хорошая традиция, пришедшая к нам из западных стран, когда люди фотографируются всей семьей в конце года и дарят эти открытки, так скажем, рождественские, новогодние, всем своим родным и близким. С ребенком нужно ли какие-то разъяснительные беседы проводить? Как вот уловить? Они же бегают, они же могут снести елку, они же могут просто схватить фотографа за ногу, я не знаю, что-то такое. Да, в одной студии в прошлом году были пряничные украшения на елке. Буквально через неделю после начала новогодней акции половина украшений там пряничные человечки висели без ног, без головы, лошадки без головы тоже. Потому что, конечно, дети есть дети, они хулиганят, радуются. Игрушки-то часто покусаны, какие-то яблоки и бананы и так далее. Это издержки производства. Ничего страшного в этом нет, самое главное поймать настоящую эмоцию, радость, и когда ребенок смеется, получает удовольствие. Наоборот, они когда приходят в студию, это такой праздник для них, пытаешься их поймать как-то, привести к родителям, нет, бесполезно. Тут игрушки, тут елка, все, побежала, пошло-поехало. Не только детские. И приходят пары, снимают ловстори новогодние, приходят просто как бы отдельно по одному человеку тоже делают такие. Как в своем платье, около елки, а почему нет? Конечно. Хороший подарок, кстати, можно подарить заранее такой новогодний презент, сходить и уже к Новому году, я так понимаю, получить какие-то снимки. Очень часто у нас приобретают подарочные сертификаты, дарят их. И люди перед Новым годом вот успевают сделать кадры, остается это все на память. А эти подарочные сертификаты, у них наверняка есть и услуги визажа, да, прически. Мы все это тоже предоставляем, тут у нас есть друзья-партнеры, с кем мы это делаем. То есть просто многие клиенты предпочитают работать либо со своими стилистами, либо там сами обходиться. Но в том числе, если возникает такая необходимость, все, что касается съемки от прически, и заканчивая вот проработкой всех деталей новогодних каких-то аксессуаров, то, что вот мы делаем с Линкин Декор, это все делаем комплекс. У меня вопрос, есть ли у вас свое помещение? Или это пока все такое еще в раздумьях и в прогрессе? Пока что это у нас в процессе. Да, сейчас у нас собрана команда фотографов, единомышленников, мы специализируемся на съемках на семейных и очень-очень любим детские съемки. Я думаю, что в будущем, да, конечно же, очень хотелось бы и свое. Естественно, все это будет оформлено руками наших друзей, вот, потому что много идей возникает. А давайте такие декорации делаем, а давайте такие, а давайте объемные что-то, а давайте там... Буквально недавно у нас была совместная, не к Новому году относящаяся фэшн-съемка, совершенно необычная. Мы делали в складских помещениях, там вешались какие-то невероятные декорации, ребята работали в таких условиях полевых. Ребята на таких площадках работают, мне кажется. Да, еще никто не видел эти фотографии, завтра будет презентация на выставке, на нашем празднике, вот, на завтра день рождения мы отмечаем. Вот, и будет презентация как раз этих работ нашего совместного проекта. Ну, вот, ну, объемные, большие декорации, это очень необычно, это очень сложно, и, ну, такого, такого никто не делает. Мне кажется, у Лены так в глазах так и проносятся, как она это вспоминает. Да, в начале делала, выпиливала или там что-то сшивала, сидела. А сейчас очень многие бросают фразу такую, надо украсить дом к Новому году, что-то как-то обуютить, я не знаю, оброждествить или что-то такое. Вот чем сделать так вот свой дом, украсить, но не переборщить? Совет от дизайнера. Как правило, Новый год у нас царится с чем, в первую очередь? С новогодней елкой. Это может быть искусственная ель, живая ель или какая-то необычная елка. К потолку подвешенные. К потолку подвешенные шары или вырезанные из фанеры и запечатанная объемная елка. Сейчас очень, ну, модно, можно так сказать, делать какие-то необычные елки из необычных материалов. На стене. Да, просто нарисовать на стене или что-то такое, или металлическую с лампочками сделать елку, как-то вот так. Это зависит от желания как бы заказчика и от того, какой интерьер у нас в квартире, в принципе, присутствует. Ну, обычный интерьер, вот как все живут. Что можно так вот сразу, лампочки развесить, елку? Можно развесить лампочки, можно сделать какие-то вот новогодние веночки, композиции на стол сделать, свечки поставить. То есть хочется всегда какого-то такого мягкого света в новогодние вечера. Чтобы хвалиться. С виноградинками, с настоящими орешками. Лена все делала сама. Вот рассказывай, пожалуйста, как вообще это все пришло в голову и почему такая разная стилистика? И откуда вообще пошла мода на эти веночки? Ну, мода на эти веночки пошла, естественно, с запада. И сейчас уже в России у нас они становятся более популярными. Мы делаем вот в этом сезоне новогодние веночки не из стандартных материалов. Если вы заметите, у нас еловые ветки непосредственно присутствуют только в одном веночке, и то немного. Чуть-чуть, да? Да, мы используем шишки, орехи, покрашенные в различные цвета, елочные игрушки, какие-то совсем необычные детали. Коробочки. Даже бабочка. Да, бабочка даже, которую нам захотелось сюда вот просто прикрепить. Казалось бы, венок, тут персики, бабочки, что тут еще? Да, главное, чтобы это рождало новогодние какие-то настроения в вашей душе, и что душе угодно может быть использовано. Нам показалось, что так будет красиво. И, ну, на самом деле, вот использовать натуральные какие-то вещи, типа орехи и елочные игрушки, это очень сейчас актуально. Да, и собраться всей семьей, в конце концов, сделать такой себе венок, повесить у себя на двери. Да, да, несложно, а весело и настроение придаст. Вот уже Настя сказала про день рождения. Да. Что ожидается, и кто может прийти? Завтра мы будем отмечать вот год нашему бренду Чудо Фотографии. Все это будет происходить в ресторане Бисквит Клаб на Садовой 210. Будет открытие выставки, собственно, вот этот проект, который мы делали совместно с Линкин Декор и с самарскими дизайнерами, которые предоставили свои образы, все это продумывалось. Проект называется «Городские легенды», то есть завтра будет официальная презентация. Праздничная программа, фуршет, общение друзей, коллег. Вот в 18.30 начало, мы ждем всех, приходите, да, у нас будет очень много гостей, сюрпризов, подарков. Вот, ну, главное, конечно, выставка, презентация вот этого нового проекта, в который мы вложили силу, душу, время и так далее. Ну, и очень хочется, конечно, всех увидеть, со всеми пообщаться, потому что день рождения, день рождения, такой большой праздник. Вопрос, ну вот за этот год уже, вот если оглядываться назад, тот декабрь 2014, так скажем, каково это было, все это запускать и за этот целый год, чем похвастаться можно? Ну, наверное, самое большое достижение – это наша команда. Я считаю, что могу гордиться тем, что собрались единомышленники, люди, работающие и дышащие одним воздухом, живущие одной идеей, очень талантливые ребята, очень открытые. И мы – большая поддержка друг для друга, в том числе подготовка вот к дню рождения, это тоже показало. Я очень рада этому. Вот, мне кажется, самое большое достижение – то, что мы собрали такую команду. И самое главное, чтобы она никуда не делась и так вот в дальнейшем, в дальнейшем росла, росла. Ну, горит, да, в душе огонь. Пока это все интересно, я думаю, что мы будем продолжать в том же духе. Ну, и сотрудничать, я так понимаю, с лучшими из лучших. Ну, а куда же делаться, конечно. Друг от друга. Вместе, да, уже идем несколько лет, и поэтому никто пока что не может такой уровень предоставить и быстро, профессионально так все сделать и с изюминкой. Ну, наверное, от вас, если заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, хочется, возможно, услышать какие-то пожелания, поздравления, может быть, в адрес коллег, друзей, кому хочется что-то сказать, обратиться. Камера напротив вас. Лена, давай начнем с тебя. Я хотела бы пожелать всем в новом году побольше улыбок, радости, чтобы внутренняя гармония всегда была с вами и ваши близкие всегда были здоровы. Это самое главное. А мне бы хотелось, чтобы каждый из вас находил частичку чуда в каждом дне, в котором вы проживаете. Ну, они есть. Это хорошее. Потому что, да, наслаждайтесь, любите каждый день и людей, которые рядом с вами, потому что это действительно самое главное чудо в жизни. А эти вот прекрасные девушки о чуде знают не понаслышке. Тем не менее, у нас есть звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, у вас есть вопрос? Я бы хотела вот выиграть на Эмбэнд. Ох ты, вы давно знаете эту группу? Ну, недавно, но мне очень нравится. Ну, то есть вы хотите нам что-то такого зимнего спеть? Да, попробуем. Вот, практически к дню рождения нашей замечательной фотостудии. Давайте. И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную даль, три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. О, спасибо, спасибо. Я думаю, тут вне вообще конкуренции, тем более вы позвонили аккурат к завершению нашей первой части. Друзья, впереди у нас также розыгрыш будет, не пропустите. Спасибо вам большое за звонок, за смелость, которую вы вот так вот проявили в нашем прямом эфире. Спасибо вам большое. Творческий свет. С днем рождения. Спасибо. Ну, а вам, дорогие друзья, я хочу рассказать, что впереди у нас ожидаются ребята, участники проекта «Больничная клуна». Да, очень серьезный, очень важный и очень нужный проект. Не переключайтесь. Живую, потому что пахнет, запах ели. Вот, новогоднее уже настроение. Предпочитаю искусственную, потому что жалко, потому что, блин, ну леса, хочется жить, хочется дышать свежим воздухом. Вот так вот. Только искусственные. Конечно, живые. Только живые. Если не живые, то что же мы тогда не будем чувствовать, что это Новый год? Мы всегда покупаем, только свежие. Их много закупают, много срубают, но после этого остается очень много мусора, во-первых, и много елок, которые не покупают еще. Но стараются большинство покупать, сейчас это искусственно. Вы тоже? Конечно, мы еще в прошлом году купили. Желательно, чтобы все искусственные предпочитали, потому что лес беречь надо все-таки. Все меньше, меньше его у нас. А их на улице все больше и больше. Я за искусственные. Предпочитаю живую елку, потому что запах, чувствуется Новый год. Ну и приятнее, конечно. Более так, более торжественное такое в живой елке присутствует. Не жалко? Нет. Почему? Конечно, жалко, но все равно. Праздника тоже хочется. Живую она как, создает ощущение праздника. Не жалко деревца? Нет. Еще вырастут. Мы предпочитаем натуральную, но покупаем, есть искусственная. Ну почему? Потому что жалко выбрасывать потом. А оно лучше натурально, потому что пахнет лесом вроде бы как. Приходится пользоваться ароматизаторами. Покупать веточки. Наверное, искусственные, потому что все-таки жалко наш лес. Нужно, во-первых, одеваться по погоде и следить за своим здоровым и физическим состоянием. В первую очередь, конечно, наверное, опять же, народные средства. Больше витамин употреблять. Не в аптеках купленных вот таких, а, ну допустим, фрукты. Ну и наш там чеснок, лук. Одеваться по сезону. В сезон по погоде. Простуды. Как чеснок побольше кушать. И, ну, как сказать вам, здоровый образ жизни вести. Тепло одеваться, кушать мед, пить чай горячий. Ну и не мокнуть, наверное, зимой. Есть народные средства – чеснок, лук. Не перекутывать детей, воспитывать их в нормальном температурном режиме с детства. Всего лишь на все. Просто надо сесть в кресло, расслабиться и глубоко-глубоко вдохнуть и представить в этот момент, что через ваши стопы к вашей макушке идет золотой свет. А потом в обратном на выдохе сделать то же самое. И у вас освободятся все ваши носовые там всевозможные эти самые. Вот. То есть дыхание станет чистым и свежим. То, что рекламируют часто? Аксалиновая масса еще в этой депользуются. Все желательно шарфом оберегать, закутывать. И лучше ходить в теплых сапогах, а не в легких туфлях. Тепло одеваться. Что еще? Ну, там, перед походом, так сказать, чай пить. Ну, горячие напитки. Искренне желаем вам не болеть и оберегаться от простуды своими проверенными способами. А лучше греться, конечно же, объятиями и поцелуями любимых, родных, близких людей. Вам же хочется, друзья, напомнить телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Совсем скоро мы также будем разыгрывать пригласительные билеты в кино, в киномечту. Ждите нашего киновопроса. Ну, к сожалению, бывает так, что кто-то болеет все-таки и очень жалко, и становится действительно грустно. И даже, мне кажется, удивительно грустно от того, что болеют дети. И, наверное, есть вот такие люди, которых можно назвать неравнодушными, которые своим делом, своим личным примером помогают деткам как-то пережить не лучшие дни в своей жизни, находясь в больнице. Это так называемая «Больничная клоунада». Проект очень интересный, нужный и важный. Я с удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей. С нами здесь заместитель и председатель фонда «Личное участие» Надежда Голубкова. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. И с нами здесь волонтеры проекта «Больничная клоунада». Это Лилия Лавелина. Здравствуйте. И Артем Тарту. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, хочется, наверное, у Нади спросить, как так ваш фонд все-таки добил этот замечательный проект? Вы такие молодцы. Мы же только буквально говорили в начале года и в начале лета о том, что вы собираетесь, собираетесь. И вот оно случилось. Мы собирались, собирались. И, наверное, мы продолжим тему эфира и скажем, что запуск этого проекта был чудом на самом деле. Это было, ну, настоящее чудо для нас. Потому что, ну, вот проект на самом деле очень масштабен, огромен. Это мировая практика. И в России он не так уж распространен на самом деле, но тем не менее. Вот. И поэтому было достаточно сложно начать его, запустить. Но то, что это произошло, это очень такое значимое для нас событие. Мы очень рады. Как долго вы к нему шли? Как долго готовились? И как бы чьей помощью это все случилось? Мы готовились к нему сначала как раз вот лето. Планировали, присматривались. Сначала пытались участвовать в каких-то там грантах всяких, получить поддержку, чтобы проект шел легко и непринужденно. Когда этого не произошло, стало понятно, что нам необходимо какое-то волшебство. И тогда все начало происходить само собой. Сначала откликнулась компания, которая предложила сшить костюмы. Это не их профиль, они, наши друзья, и предложили, давайте мы вам сошьем костюмы. Они сшили замечательные костюмы, вот на фотографиях посмотрим, будет видно. Посмотрим, посмотрим, конечно. Потом откликнулся наш дружественный интернет-портал, сказал, давайте мы про вас напишем. И тогда у нас появились волонтеры. То есть люди стали откликаться, подавать заявки. Потом позвонила радио, сказал, давайте мы про вас скажем. И таким образом, надеюсь, у нас появятся компании, которые захотят с нами сотрудничать и помогать. Хочу, наверное, у наших замечательных, ярких сегодняшних артистов спросить. Лидия, ну вот интересно вообще, как так получилось, что вот нашла свое призвание или как-то пришла к этому? Я как-то раз нечаянно попала на мероприятие, которое организовывал фонд личное участие в качестве аниматора, потому что я профессионально занимаюсь детскими праздниками именно. Я это люблю, дарить детям эти эмоции неподдельные, радостные. Это очень замечательно. И когда я узнала уже о проекте «Больничная колонада», я была, наверное, одна из первых рядов. Мне очень хотелось помочь, очень хотелось именно поучаствовать, потому что это очень интересный проект, очень сложный с моральной стороны вопроса, как подойти к ребятам, как сделать так, чтобы они именно отвлеклись от таких грустных мыслей. И это для личного опыта очень интересно и важно. И, конечно же, для самих ребят помочь им очень хочется. Артем, у тебя как было? Меня просто позвали поработать клоуном. Я сказал, что я согласен. Мне сказали, что за это не заплатят. Я посогласился. Мне нравится клоунада. Я с детства, когда был маленький, я всегда хотел стать клоуном. То есть ты на это не учился, ты просто так? Да, я просто так. Это страшно вообще вот так для себя, если прийти в больницу? Страшно только перед началом, перед выходом. Прямо стоя за дверью страшно. Начинается какая-то внутренняя дрожь. Но мы стараемся не показывать это друг перед другом, чтобы не пугать друг друга. А как только заходишь к ребятам, уже совесть не позволяет пугаться. Пугать их, показывать страх в своих глазах, чтобы они не испугались, потому что мы вроде бы и клоуны, но в то же время у нас белые халаты. Мы сразу объясняем, что мы новые врачи, мы докторы-клоуны. Не бойтесь нас. То есть мы не должны сами бояться, чтобы нас не боялись ребята, маленькие пациенты. Ну я хотела у Нади спросить, был ли какой-то отбор, кастинг? Как вот понять, что тот человек действительно достойен, настроен и сможет? Когда мы начинали отбор, ну сам набор, у нас было ограничение, что это будут люди после 21 года, имеющие одно из профильных образований. Либо артисты, либо медики, либо психологи. Их легче всего перепрофилировать, то есть обучить. Хоть что-то они уже знают из того, что нужно, а два других навыка они получают. Но потом, когда в проект пришли люди, которые не имеют ни одного из образования, но очень хотят, стало невозможно отказаться, потому что их мотивация, она помогает им уже видно, что она им помогает в больнице, они очень хорошо там справляются. У вас проходили занятия, давайте посмотрим фотографии, как вообще вы к этому пришли, кто помогал в этом? Очень благодарны мы нашим студиям, всем театральным, студиям пантомимы, мимам, то есть все откликнулись и предложили провести свое обучение. Замечательно, то есть там были какие-то занятия именно, наверное, по актерскому мастерству, да? Это было введение в клоунаду, мы открывали в себе внутреннего клоуна. Открыли? Кое-кто, да, открыл. Тренировали проходку, как раз учились, как представить себя публике, ну и какие-то другие навыки получали. Тут уже, так понимаю, не до стеснения, не до каких-то зажимов и так далее, это либо есть в тебе, либо нет, либо ты сможешь, либо ты так и будешь, да, как-то зажиматься, потому что дети, они же видят это, всю неправду, то, что ты как бы, ну как это объяснить? К детям ходить неискренним совершенно нельзя, это вредно и для них, и для себя в первую очередь. И сколько же волонтеров у вас в итоге вот к первому декабря случилось? Вчера на открытии у нас было 10 человек в костюмах и еще 10 помощников. В общем, у нас около 30 заявок. Люди приходят, кто-то остается, кто-то уходит, появляются новые постоянно. Мы смотрим, формируем команду и уже непрерывное обучение проходит. И в больнице медицинские лекции, и психологические лекции, сейчас начнутся для них и практические занятия. Понятно. Ну, я хотела спросить, а есть ли у вас какие-то имена? Вы как-то представляетесь, называете себя, что показываете, как общаетесь с детьми? Именно вчера у нас было просто безымянное представление. Мы именно показывали ребятам, кто мы такие, какие у нас образы. Образы, потому что разные. И имена придумываются уже непосредственно в паре, потому что мы будем приходить в каждую палату попарно. И сами партнеры уже будут придумывать какие-то имена, советоваться с остальными ребятами, чтобы это не повторялось. К вчерашнему моменту лично вот я со своей парой, своим партнером не придумали себе пока имя, потому что мы вчера только знакомились. А в дальнейшем уже будем, да, какие-то придумать яркие, легкие прозвища, чтобы ребенок запомнил и ждал нас в следующий раз. Именно не просто как клоуна, а клоуна, там, бантика клоуна, носика. Это не такой уж быстрый процесс, имя должно родиться. Оно не должно быть каким-то навязанным, придуманным. Это должно быть свое, настоящее имя. Ну и какова реакция детей, Артем? Расскажи, как на себя реагировали дети. Я так понимаю, ты уже сам, сам в себе внутреннего клоуна открыл, мне кажется, и не закрыл. Покажи, что умеешь. Что обычно говоришь детям, как с ними общаешься? Ты себе не придумал имя еще? Есть один образ цинический, который мне привязался с детства. Это образ Григория Остера, писателя «Вредных советов». То есть ты такой врединка небольшая. Ну да, то есть проще в паре работать, когда есть рыжий и белый клоун. Плохой и хороший полицейский. Когда ты выбрал понятный какой-то образ какого-то строгого человека, а у тебя второй клоун, твой напарник, он выбрал образ дурака, у которого ничего не получается. И то есть взаимодействие с ним получается смешно. То есть когда ты делаешь правильно, а он делает неправильно, оценка, вот эти вот все взаимодействия друг с другом, это уже получается забавно. Как эти пары рождаются? Присматриваются во время занятий друг к другу. Кто-то уже сработанный, потому что в проекте много профессионалов, профессиональных аниматоров и артистов. Какие-то пары рождаются прям вот сами собой на каком-то занятии. Вот на самом деле больничная клоунада, это ведь достаточно масштабный, как ты уже сказала, проект. Он давно идет в других странах. Какие, может быть, есть результаты, изучение мнений? Как вы вообще? Вы вопросы тоже прорабатывали? Конечно. Проекту уже 30 лет практически. В России он идет около 10 лет. И то, что вот он такой долгий, системный, не заканчивается, это как раз подтверждает его эффективность. У нас был вчера уже первый терапевтический эффект. Давайте посмотрим. Да, у нас есть фотографии. Где были, что делали, рассказывайте. Вот у нас есть вот маленький, который ребенок поменьше. На самом деле это ребенок, который вчера поступил в больницу для нахождения там. И пригласили его поучаствовать в дефиле, и она согласилась. И вот примерно так и происходит вся больничная клоунада. То есть ребенок попадает в больницу, и вдруг его какие-то ожидания и шаблоны ломаются. И он понимает, что все не так страшно, а где-то даже интересно. И такой метод он способствует как раз и мотивации на выздоровление. Как в больнице реагируют на ваше предложение приехать? В больницах врачи обычно знают, что это такое, и знают эффект. То есть они видят другие города, где-то в других сторонах. Но в этих семинарах все равно же общаются, встречаются. И вот именно в больнице имени Середавина отнеслись с очень большим пониманием. Они два года ждали, когда у них будет этот клоун хоть откуда-то. И когда вот клоун действительно появился, проект, они были очень рады. И мне кажется, сами, наверное, приходили посмотреть на представление. Одним из чудес было то, что Дмитрий Николаевич Куптов смог приехать на открытие. Главный врач, и все назвали это чудом. Он очень так трепетно относится к этому проекту. И врачи тоже присутствовали, участвовали. Вы какие молодцы, такие яркие, с такими красными носами. Но как вас не заметить и как настроение не поднять. Друзья, я обещала вам также розыгрыш. Предлагаю сейчас посмотреть на один кинокадр. Если вы узнаете, что за фильм, мы загадали. Звоните, 202-11-22. Если вы знаете, что это за фильм, звоните, звоните. Дадим вам билеты пригласительные в кино. Прям Артем так оживился. Артем уже знает, кто это. И, наверное, да, ты хочешь позвонить. Но сейчас кто-то из зрителей, я надеюсь, будет как-то быстрее. У тебя нет телефона. Ну хотя бы он есть какой-то. Сейчас, может быть, и дозвонишься. Надя, ну какие дальше перспективы? Какая помощь нужна? Что вообще необходимо для развития и продолжения этого проекта? Нужен постоянный состав участников. Нужно обучение для них. Потому что профессионализм должен расти. Ну как-то да. Оформляться, культивироваться, развиваться. Нужен реквизит. Нужна поддержка больницы. Ну, в принципе, все нужное желание и результаты, которые будут помогать видеть, что это все не зря, что это все эффективно и как-то мотивировать на дальнейшем. Есть ли какой-то план, куда отправитесь в следующий раз? Или вы будете раскидывать клоунов по разным больницам? У нас есть пока только два города в Самарской области, в которых мы хотели бы продолжить. И есть две больницы в Самаре, которые заинтересовались и рассматривают вопрос сотрудничества. То есть, если вдруг сейчас нас смотрит, допустим, кто-то из руководств каких-то поликлиник, больниц и так далее, детских отделений, друзья мои, в чем плюсы того, что придет клоун к ребенку? Как вы думаете? Кто ответит на этот вопрос? Я. Лидия, давай. В чем плюс? Вот лежит ребенок, неважно, в каком отделении. Разные бывают случаи, и в травматологии, и в каких-то других. Ну вот вы пришли. В чем плюс, если вы изучали этот вопрос как-то? Плюс виден с первой секунды. В глазах и взрослых, и детей. Нас когда встречали врачи в коридоре, медсестры, работники больницы, были очень удивлены, и сразу они загораются улыбкой. Ой, кто это? Какие вы красивые. Ой, да конечно, мы вас проводим. Родители, открывая дверь в палату, после вот такого легкого стука, тоже сначала удивлены, но глаза загораются. Вот в этом первый плюс, самый важный. И когда мы вчера попали в отделение травматологии, где лежали ребята, которые физически не смогли прийти на наше открытие, мы пришли к ним сами, они были поражены, удивлены, что не только врачи, родители и близкие к ним приходят, а какие-то сказочные герои, необычные, нетипичные для больницы. И конечно тоже улыбка и взгляд. Это самый огромный плюс. И мы стараемся дать понятие ребятам, что больница, это же не навсегда, это не страшно, это скоро закончится, ты вернешься домой, будешь продолжать вести свою детскую повседневную жизнь веселую. Мы даем не то чтобы надежду, а быстрее как бы настраиваем ребят на скорейшее выздоровление. Мы знаем и уверены, что это действует, потому что настроение и желание скорее отправиться домой, и скорее поправиться, выздороветь сразу загорается в глазах. Это здорово. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Людмила. Людмила, ну хочется, наверное, услышать ваше мнение. Вот мы рассказали о таком проекте «Больничная клоунада». Как вам? Ну это очень здорово, конечно. Рад я же детей, что так им хорошо помогает. Здорово. Ну и вы наверняка знаете правильный ответ на наш киновопрос. А, игрушка. Это правильный ответ, вы молодец. Спасибо вам большое за звонок. Ну, что же хочется сказать всем тем, кто нас сейчас смотрит, обязательно. Мы у себя в группе разместим всю информацию о больничной клоунаде. Если есть желание присоединиться, ищите. Все контакты есть на страницах, социальных сетях, на официальных сайтах и благотворительного фонда личное участие. Присоединяйтесь и будем дарить детям это добро, эти улыбки вместе с нами, вместе с вами. Спасибо вам большое, ребят. Ну вы настоящие молодцы. Ну а вам хорошего настроения. Несмотря ни на что, верьте в добро и в чудо. Это самое главное.